Всем привет интернет, снова вы, снова я, снова посылка с ebay и снова со знакомым вам всем санкционным содержимым. Знакомая упаковка, military на ней написано, все верно, точно такое же содержимое пакета я заказывал для одного из своих подписчиков. Да, благодаря моим возможностям я могу выкупить и привезти не только с ebay, но и с различных европейских и американских магазинов товар, в том числе с санкционным. И вот привезя одному из своих подписчиков комбинезон, я соблазнился его возможностями и внешним видом настолько, что решил заказать себе точно такой же. Duche Army Flight Combez. Я, кстати, думал, что Duche это немецкая армия, оказалось нет, оказалось, что это голландская. В общем, буду летучим голландцем. Так, ребятушки, срочно худеть. Пока комбезик шел, я поправился на 5 килограмм. Ну, ничего, я с этим делом разберусь. Итак, собственно, что меня соблазнило в этом комбинезоне, кроме стоимости, а они все не новые, они контрактные, ну, бывшие в употреблении, но в отличном состоянии, так это его закрытый форм-фактор. Потому что, кто не знает, я живу в той локации, где самая популярная услуга у страховщиков является услуга страхования от клеща. Ну и, конечно же, функционал. Функционал просто для туристических и рыболовных вылазок божественный. Кстати, у закрытого форм-фактора, как вы понимаете, есть один существенный минус. Закрыт я со всех сторон. И для того, чтобы сбегать в кустики, придется полностью снимать в комбинезон. Но это смотря по какому бегать. Потому что для малого доступа есть вторая молния, вторая собачка, нижняя, верхняя, расстегивает полностью комбинезон. Ну, теперь обратите, да, как вы понимаете, здесь все сделано на велкоразотежках. Куча мест для патчей. Сюда можно какие-нибудь рыболовные войска налепить. Это не самое главное. Самое главное, зацените, друзья, сколько здесь карманов. Вы заметили, что, обращу ваше внимание, благодаря велкоразотежкам я рукава утянул не только по своему размеру, но и максимально плотно. Это я о клещах к руке. Но вернемся к карманам. Первые карманы это на рукавах. На каждом рукаве есть небольшой карман, примерно в половину современного смартфона, в который можно положить сигареты, зажигалку, если вы курите. Ну, в моем случае не знаю, что я положу. Я найду, что положить. Тут же рядышком есть небольшие нашивки, по типу маленьких карманчиков, в которые можно запихнуть что-то узкое, небольшое, по типу ручки, экстрактора крючков, крючковяза и так далее. Точно такая же конструкция на втором рукаве. Точно такой же карман на молнии. В замке, обратите внимание, с хвостиками. И здесь также есть карманчики маленькие для каких-то мелочей. Дальше. Ну, вот немножко, видите, он в натяг, потому что я более круглый. Хотя по росту он мне более чем. Рост метр восемьдесят шесть, пятьдесят, вот так вот. Я метр семьдесят девять, но так как я немножко раздался, он меня чуть-чуть обтягивает. Основные карманы нагрудные. Кажется, что они должны куда-то уходить вверх, но они уходят вниз. Соответственно, лезть той же самой рукой в карманы неудобно. В правый карман лезем левой рукой. Вот такого он огромного размера. Сюда легко зайдет смартфон. Сюда легко зайдет маленькая коробка с приманками. Сюда зайдет легко другая маленькая коробка с приманками. Дабы, друзья, не быть голословным. Коробка раз. Это даже двойная коробка. Двойная коробка два. Я стал еще более утянутым. Понимаю, что к открытию сезона надо прям сильно схуднуть. В общем, два просто обалденных вместительных кармана на груди и на животе. Если уж схуднуть не получится, можно себя немножко расслабить. Как видите, здесь есть утяжки. А если сильно схуднешь, то можно себя наоборот утянуть. Утяжка вот эта, она резиновая. То есть, она растягивается немножко и позволит очень сильно прямо утянуть себя. Дальше спускаемся чуть-чуть пониже, практически от самого бедра до колена. Есть еще два здоровых вместительных кармана. Сюда также войдет либо смартфон, либо, опять же, возвращаясь к нашим приманкам, двойная коробка для ультралайтовых приманок. Причем, обратите внимание, на ногах карманы разнонаправленные. Если здесь карман вертикальный, то здесь карман вот такого вот наклонного типа. Опять же, 5,5-дюймовый смартфон. Легко туда залетать. Карманов куча, карманы вместительные. Можно вообще на рыбалку не брать ни сумку, ни рюкзак. Буквально все по себе распихать. Особенно, если ты идешь ненадолго, вечерняя либо утрянка без обеда. И все на себе унести. Ну и, да, это еще не все карманы. Вот в этой части на голени есть еще один вместительный карман. Уходит он под пятку. Туда можно, опять же, что-то впихнуть. И вот такое вот небольшое дополнение. Велкроутяжик я не обнаружил на ногах. То есть, они никак не утягиваются. Но вот эту вот брючную часть можно подрастегнуть для того, чтобы ее сделать шире. Для того, чтобы в комбез впрыгнуть в обуви. Или наоборот, в обуви из него выпрыгнуть. Сзади ничего примечательного. Кроме, собственно говоря, ремня, который утягивает комбинезон. Никаких дополнений, вставок, карманов нет. В общем, мне очень понравилась вещь. Как мне кажется, просто безумно удобная. Будет безопасная, функциональная в моих туристических рыболовных вывозках. Поэтому решил ее купить. В общем, такой вот мини-обзорчик. На этом все. Кому что нужно купить с европейских и американских магазинов. Даже вот такое вот. Не то, что двойного, а прямого санкционного назначения. Обращайтесь. Ссылки там внизу в описании. На этом все. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.